Здравствуйте, посмотрите интервью, с вами Ян Ермешов. Прорыв дамбы в Курагенском районе оставил очень много вопросов. Почему сооружение не удержало нагрузки? Было ли это самовольное строение? Надо ли его регистрировать? Возникли разговоры про то, что в реке могла оказаться ртуть. Попытаемся разобраться в этих вопросах сегодня с экспертом. Мы специально приехали в СФУ, чтобы побеседовать с доктором геомерологических наук, профессором, директором Института горного дела геологии и геотехнологии Владимиром Макаровым. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И почему могло прорвать дамбу? Факторов много, но из тех данных, которые я знаю, из прессы, и съемок, и заключений. Скорее всего, это нарушение технологии строительства дамбы. Многие говорили, что повлияли осадки. Действительно они могли так сильно повлиять, чтобы дама прорвала? Вообще гидротехнические сооружения, которые делаются на рассыпных месторождениях при добыче рассыпного золота, они, конечно, должны быть застрахованы от любых видов осадков. Застрахованы в каком смысле? В плане технологическом. То есть должны быть соответствующие сливы от именно даже ливневых, перепуски, соответствующие шлюзовые конструкции, то есть лишняя вода должна сбрасываться без ущерба вообще для самого сооружения. То есть перегрузить такую дамбу должно быть невозможно? Естественно, если она построена с нормальными технологическими параметрами, то есть, конечно, эта дамба должна выдерживать все гидрометерологические какие-то воздействия. А зачем строить дамбы? Можно ли обойтись без них в этом случае? Нет, дамбы это вообще отстойники и именно гидротехническое сооружение при рассыпной золотодобыче. Это элемент как раз технологий, которые позволяют использовать оборотное водоснабжение. То есть каскад отстойников, которые сооружаются при добыче золота, как раз они позволяют не сбрасывать мутную воду в водоемы. То есть по-хорошему нормальный, идеальный вариант золотодобычи, то есть все основано на оборотном водоснабжении. То есть предприятие забирает определенное количество воды, через серию отстойников их пропускает и забирает из очередного отстойника, соответственно, оборотную на технологическую воду для промывки золотого. И все. Я правильно понимаю, что река в этом случае должна оставаться чистой? Абсолютно. Отведенная вода должна оставаться чистой. Более того, органы экологического контроля должны как раз за этим следить. И в том случае, если она загрязнена, предприятие должно нести соответствующий штраф. Ну вот, когда дамбу прорвало, понятно, что все это оказалось в реке. Абсолютно так, да. Еще возникли разговоры про то, что в реке может отказаться ртуть. Но уже официально известно. Уже есть официальный документ Ростехнадзора, который поступил в адрес Министерства экологии и природопользования Красноярского края о том, что ртути в себе не было бы обнаружено. Но, тем не менее, откуда могли пойти эти разговоры? Ну, понимаете, золото и ртуть – это, в общем-то, достаточно известная проблема. Но, во-первых, до 1992 года, соответственно, технологии рассыпного золота включали использование ртути. Ртуть лилась в коврики промприбора, и дальше, так сказать, порода скользила по вот этим коврикам. Золото, как более тяжелое, чем ртуть, металл проникало туда, и дальше эта ртуть выпаривалась и, соответственно, так сказать, использовалась повторно. Но, естественно, какая-то часть ртути при этом терялась. И мы очень подробно изучали этот вопрос. Кстати, моя докторская диссертация – это геолого-технологические основы переоценки техногенного сырья на золото, и рассыпям было посвящено много, в том числе и потерям ртути. Там, где использовалась ртуть, мы газортутным анализатором можем найти и очаг потери этой ртути. Значит, если там были древние разработки, и они использовались с ртутью, конечно, часть ртути могла попасть. Но эта ртуть, она, как правило, связана с глиной, и сказать, что она перейдет в растворенные формы, в воде она не идет. Неактивно. Она покрывает рассыпное золото, самородки, и мы можем извлечь золото, которые будут... А эти технологии сейчас используются или нет? Сейчас, с 92-го года, это категорически запрещено, и предприятие, которое использует ртуть, оно, конечно, попадает на очень большие штрафы. То есть предприятию невыгодно? Не должно. Невыгодно оно не должно, потому что любой газортутный анализатор, то есть приедет представитель Ростехнадзора, раньше это был Гортехнадзор с газортутным анализатором, и даже в 10-15 метрах от промприбора этот прибор будет зашкаливать по содержанию паров ртути, что наиболее вредны именно пары ртути. Ну, еще раз хочу просто уточнить, сейчас ртуть для золотодобычи не есть? Абсолютно, да. Вот старое то, что оставлено со старателями, потерянная ртуть. То есть еще до 92-го года то, что там было? Да, но когда мы повторно перерабатываем эти отвалы, она может быть вовлечена в процесс, но еще раз повторяю, это не масштабное использование, и только то, что, так сказать, в виде амальгамационной рубашки на самородках, золотом, самородном золоте, ну и то, что потеряно было дедами. А какие технологии сейчас используются? В рассыпной золотодобыче это, в принципе, традиционные шлюзовые технологии извлечения золота, осадочные машины, но все они использованы на промывке. Поверьте, добыча рассыпного золота и промывка его, это не очень экологически, ну как сказать, ну не настолько экологически вредная технология, если соблюдаются все параметры. Здесь вы скажете самое главное, что вы сделали хорошее замечание, если соблюдаются все параметры. Соблюдаются все технологические параметры и проводится последующая дальнейшая рекультивация этих отработок. Рекультивация включает горно-техническую рекультивацию, в том числе и ликвидацию всех старых отстойников, и биологическую рекультивацию, то есть вот эти все отвалы, собственно, заравниваются бульдозером, наносятся грунты, дальше высаживаются растения, то есть все, и в общем-то многие разработки потом достаточно хорошо выглядят, и здесь нет ничего страшного, весь мир введет рассыпную золотодобычу. Вот говорят, там Китай закрыл, но Китай закрыл не потому, что просто там нет рассыпного золота. А у нас много таких дамб? Ну, естественно, где ведется рассыпная золотодобыча, на Енисейском кряже, Мотыгинском районе, это достаточно, так сказать, распространенные технологии. Дражный флот работает, соответственно, там, где работает драга, вот сам этот дрожный разрез, или карьер дрожный, то он, соответственно, это тоже, он обваловывается дамбами, драга работает, но опять-таки использует только оборотное водоснабжение. Как много золота добывается именно таким рассыпным способом? Доля его невысока. Сколько примерно? Ну, я думаю, что в крае это, ну, может быть, там около 6-8 тонн, при том, что в коренной золотодобыча, ну, наверное, это порядка 60 тонн. То есть это очень низкая доля. То есть это примерно процентов 15? Ну, 10-15. 10-15 процентов, а считается низкой долей? Конечно. То есть, если раньше процент рассыпной золотодобычей был, 50 процентов, то сейчас освоение коренных месторождений, сейчас доминирует, конечно. Рассыпи, конечно, сходят на нет, интенсивность их освоения, их просто не истощены. И, как правило, 85 процентов рассыпей сейчас, я скажу, анагехногенные, они раньше уже вовлекались в отработку. И сейчас они просто уже более масштабная техника, больше можно промывать, и вот за счет этого при более низких содержаниях все-таки при той цене на золото есть рентабельная возможность, скажем, извлекать, возможность рентабельно извлекать вот это вот. То есть это доработка тех месторождений, которые в свое время были заморожены, потому что не существовало технологий? Да, да. Сейчас появилась более масштабная техника, можно большие объемы промывки осуществлять, и при низких содержаниях получать достаточно хорошую приводь. То есть это выгодно? Естественно, цена на золото такова, что это выгодно, да. Я посмотрел кадры, все мы видели, то, как был построен поселок, как была сделана дамба. Вы знаете, у меня вообще такое, знаете, золотая лихорадка XVIII века. Ну реально, потому что, ну вот, какая-то дамба непонятная, рядом два деревянных балка, где живут люди. Но на самом деле, есть ли какие-то вот здесь регламенты построения поселка? Где он должен быть построен? В каких местах? Ну понятно, то, что поселок оказался ниже дамбы, я не говорю, что он построен. Я говорю специально, оказался ниже дамбы. Может быть, наоборот, поселок уже был, а дамбу построили потом. Понимаете, здесь строить поселок ниже дамбы, то есть здесь надо понимать, куда шла разработка. Вверх по течению, вниз по течению. Поселок, наверное, уже был. Переносить, может быть, его было затратно, и просто, идя разработкой вверх по течению, просто строили дамбы, может быть, не думая того, что это произойдет. На самом деле, действительно, нахождение поселка, жилого поселка ниже гидротехнического сооружения, но это, конечно, вопиющее нарушение. Вот вы говорите, могли быть какие-то нарушения. Но почему могли быть нарушения? С чем они могли быть связаны? Понимаете, технология вообще создания гидротехнических сооружений, она очень и очень сложна. Вот даже я покажу, у вас есть целый учебник, который посвящен, в том числе наш профессор участвовал при этом, гидротехнические сооружения, приростных месторождений, там целая наука. Во-первых, из какого материала делать эту дамбу? Глинистый материал? Если это просто галечный материал эфильный, который дренируется хорошо, то здесь будет утечка воды и постепенный размыв. Нужны в некоторых случаях пленки, то есть мембраны защитные. Но эти эксперты же должны все это знать, они же должны как-то строить, они же должны понимать, что они строят. Да, горный инженер это должен знать, и он этот курс имеет, и он проходит. Но я боюсь, что сейчас на многих порыторских артелях, во многих разработках, в принципе, иногда, скажем, бульдозерист, отработавший 2-3 сезона, ставится в позицию горного мастера или начальника участка, и я боюсь, что как раз вот этих знаний он не имеет. Он только видел какой-то опыт своих предшественников, не всегда положительный, не всегда, так скажем так, тот, который должен быть по технологии. Поэтому здесь, я думаю, что непрофессионализм — это основная, может быть, беда вот таких вот чрезвычайных решений. А что, нельзя найти профессионалов? Ну, профессионал, хороший профессионал стоит недешево, это раз. Во-вторых, ну, в принципе, наверное, они находят где-то, может быть, более интересные места там какие-то. То есть, горные инженеры у нас, честно, расхват, и поэтому я думаю, что не все, может быть, были согласны с работами на тех условиях, которые предлагалось в этой компании. Я тут нему не готов сказать, но, вероятно, все-таки горные инженеры и мастера должны иметь профильное горное образование. Но вы же выпускаете горных инженеров. Однозначно. И что, не хватает настолько, сколько у нас производства есть? Ну, точно знаю, не хватает геологов. Я думаю, что и горных инженеров тоже не хватает, учитывая то количество лицензий сейчас, которые получены на разработку месторождения, на разведку. То количество новых горных проектов, которые стартуют, это, если они, Кенгарского месторождения, Аксулбского месторождения, это сейчас, О, Медвежий ручей, Арктик-Паладий. Тут потребуется столько горных инженеров, что, я боюсь, мы с Сибирским федеральным университетом здесь не закроем потребность в кадрах горной отрасли. Ну, и все-таки, почему не регистрируют такие сооружения? Они должны регистрироваться или нет? Однозначно. Если гидротехническое сооружение больше четырех метров, оно должно иметь проект, оно должно регистрироваться как опасный объект и, соответственно, мониториться. Почему не регистрируют такие? Ну, здесь вопросы, видимо, к надзорным органам, к Ростехнадзору. Смотрите, раньше был Госгортехнадзор, который с очень большой периодичностью посещал практически все разработки. И визит представителя Госгортехнадзора на предприятие, это, извините, надо построиться в струнку, надо понимать, что не было никаких, мягко говоря, косяков в части технологии, в части именно организации ведения горных работ, ну и технологической дисциплины. А скрыть такое сооружение его возможно или нет? То есть, скажем так, не показывать, что оно существует? Ну, я думаю, при современных средствах мониторинга, в том числе, там, всякие дроны, космос и все прочее, что это что-то, какая-то проблема для надзорных органов. Тем более, если, как я понял, эспрессо, они там были, они штрафовали, значит, видимо, санкции недостаточно серьезно, чтобы, так сказать, сохранять вот это, эти, мягко говоря, нарушения, столь длительный срок, во что это вылилось. Ну, с другой стороны, а можно ли все сейчас делать по, скажем так, по правилам? Мне кажется, не просто можно, а нужно. Современная техника, очень мощная техника, да, бульдозерная техника, транспортная техника, сделать, обваловать дамбу по современным технологиям. Существуют великолепные материалы для создания экранов, полимерной пленки, сейчас кучное выселачивание, допустим, дело там вообще с опасными цианидами работают, и все сделано на очень высоком уровне, да. То есть кучное выселачивание, это работают с цианидами, но есть подстилающая пленка, есть соответствующее сооружение, куча для выселачивания, никаких проблем. А здесь, вероятно, ну, как-то вот где-то нарушение дисциплины. Спасибо большое за разъяснение. Владимир Макаров, доктор геолога нейрологических наук, профессор, директор Института горного дела геологии и геотехнологии, сегодня был моим собеседником. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин